Если ты не успеешь поставить лайк за 3 секунды, то у тебя за спиной появится сиреноголовый. Кажется телефон звонит, да ё-моё. Так, ещё до будильника остаётся 20 минут. Да ё-моё, кому-то мне так надо, мне рано звонить, так ещё и в выходной. Да, алло, кто это? Джонни, привет, это я Майк, ты сегодня занят? О, Майк, привет, здорово, братан. Да, ты знаешь, я как бы ещё не знаю, занят я или нет. Подожди, сегодня выходной, да, сегодня суббота. Я как бы планировал просто отдохнуть от работы, поиграть в игры в компьютерные. Слушай, а может зачем эти компьютерные игры? Смотри на улицу, какая хорошая погода. Да, погодка супер. В лес? На выходные, да, на шашлыки. Я своих друзей ещё возьму. В лес на шашлыки на все выходные ты предлагаешь? С палатками что ли? Да, а что? Да, что, дождя вроде меня обещали. Блин, знаешь, я даже не знаю, подожди. Я вообще как бы хотел поиграть в игры, потому что там марафон как раз в игрушке сейчас идёт. Там очень крутую технику дают за марафон. Ну, ты сам понимаешь, у меня работа, времени мало как бы на игры. Хотя ладно, в принципе, эти все игры подождут. Давай, да, наверное, поедем, давай поедем в лес. Да, да, ты прав, ты прав. А всё-таки такая вот погода в Брикселе, ты сам знаешь, довольно-таки редкая. Ты видишь, да, капец сегодня. Я сейчас вышел на улицу. Даже не жарко. Ооо, да, хорошо, прям просто идеально. Гранусов где-то 20, наверное, 4, может 23, прям просто идеально. Так, ну чё, когда получается в лес? Через пару часов, да? Ты заедешь за мной или мне за тобой заехать? Давай я сейчас за тобой заеду. А, ты за мной заедешь. Сколько у меня есть времени? Часик есть? Полчасика. Полчаса. Ты говорил, что, друзей возьмёшь? Окей, бери. Да, пока заеду за другими. Хорошо, давай, давай, давай. Всё, давай. До встречи, пока. Давай, пока. До связи. Так, сейчас в скором времени приедет Майк. Так, нужно быстрее собираться. Блин, в лес на 2 дня. Так, нужно все вещи ещё собрать. Еду, припасы, деньги. Так, а машина у меня сейчас заправлена? Так, багажник нужно закрыть. Вот, всё идеально. А, да, полный бак. Всё хорошо, просто отлично. Ну, хотя, да, потом, в принципе, в эти компьютерные игры поиграю, никуда не денутся. Нужно отдохнуть от этой всей городской суеты, от работы. Так, вроде все сумки собраны. Вроде я все вещи взял, как раз несколько дней. Так, уже сколько времени прошло? 40 минут уже прошло, до сих пор Майк не позвонил. Интересно, почему же? И не заехал? Сейчас я ему наберу. Так, набираю номер, вроде этот. О, пошёл гудок. Алло, алло, Майк, привет, ещё раз. Ты там где? Ты там где? Да, я забирал друзей. Там друг у меня задержался. А, понятно, и что? Давай я к тебе, короче, приеду. А он тоже в машине? Давай я к тебе приеду. Нет, я уже рядом с твоим домом. Я уже вот подъезжаю. Видишь меня через окно? А, серьёзно, ты уже приехал? О, вижу, вижу. Едешь, едешь. Давай, 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 давай. Я пока машину заведу. Давай, до связи. Так, всё, садимся в машину. Вот, всё, поехали. О, здорово, Майк. Привет, привет, привет. Привет, Джонни. Привет, Джонни. Нифига себе, джип. Это что, новый какой-то? Да, 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 я купил. Нифига себе. Его Боб зовут? Здорово, Боб. А как зовут, который в машине сидит? Который на красной машине Боб? А как который у тебя в машине сидит? Его зовут? Питер. Ага, получается, ага, понял, понял. Боб и Питер. Ну что, поехали в лес? Дорогу, думаю, ты знаешь? Прямо и направо. За мной поехали, я знаю. Давай, 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 давай. Подожди, ты, получается, всё уже взял и палатки, да, и все нужные вещи там. Да, 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 да. Костёр развести. Вещи были у моего дома. Ну да, у тебя джип большой. У тебя джип же большой. Так вот, нифига себе, твой друг, конечно, втапливает. Аккуратней, тут переезд, аккуратней. Нормально, нормально, смотри. О-о-о. Так. Я сейчас нарушу правила. Здесь давай налево, здесь давай налево. Да, давай, давай. Вот. Сейчас, у меня джип медленный, наверное, проходимый. Да я вижу, у тебя прям большой джип. Давайте, мужики, подальше, потому что вот эта часть леса, которую мы только что проехали, вы видите, довольно-таки близко к дороге, да, находится, поэтому воздух здесь довольно-таки ещё загазованный. Так же давайте подальше, там будет воздух намного чище. Вот, подальше от города. Да, давайте, мужики, аккуратней, аккуратней вы там. Вот сюда вот, смотрите. Давайте вот сюда вот. Просто отличное прям место. О-о-о, смотрите. Вот, просто идеально. А, смотрите, смотрите, давайте прямо вот сюда, вот, вот сюда. Во. По-моему. О, смотрите, да, просто идеальное место. Так. Здесь давайте, собственно, и остановимся. Всё, давайте, Майк, Питер, Боб останавливаемся. Здесь давайте. Ну что, мужики, давайте теперь будем сейчас палатки разбивать, готовить костёр. Все вещи достанем. все давайте за работу я займусь давайте палатками я займусь палатками вы займитесь дровами давайте все за работу мужики так вот здесь дотянуть все все последняя палатка готова чё мужики как успехи а вы чё до сих пор дрова не насобирали вы чё дров не нашли что ли да я вижу то что выкопал да типа вот эту ямку все оборудовал теперь нам собственно нужны веточки да и бревна какие-нибудь чтобы развести хороший костер все таки чтобы он не потух ну и конечно же запас на ночь так же давайте мужики за работу в принципе я неплохие такие палатки сделал не зря я в лагере в детстве научился этому о да смотрите вижу много хороших веточек давайте собирать и да но только ты понимаешь что что я этим прям постоянно занимался вы то нет вы там просто были так смотрите мужики вот я тоже веточку принес давайте закидывайте нужно побольше еще нужны и запас на ночь собрать все-таки ночь будет длинная блин я прям знаете вспомнил детские годы лагерь примерно то же самое было так да вот сюда вот можно будет еще эти страшные истории на ночь порассказывать про всяких там вновь уходы на также это помню так все закидываем давайте закидывая хватит давайте теперь сделаем это да хватит хватит давай теперь разведём еще скорочек костер подожди небольшой теперь давайте запасик сбоку вот здесь mundial победите по технике безопасности ветки не близко ложите подальше-подальше а то вместе с костром загорятся вот эти наши бревна, на которых мы будем сидеть. Потом еще и палатки загорятся. И все, в принципе, просто сгорит. Вместе с машинами может даже сгореть. Вы помните, да, по технике безопасности, то, что это все как бы нужно подальше ложить. Давайте еще за мной сюда, мужики. Еще несколько нужно веточек, как минимум, принести. С каждого еще по три ветки за работу. Так. Вот. Неплохо так пособирали уже. Еще нужно больше. Еще. Еще давайте больше. Фух, ну все, вроде, смотрите, мы справились. Теперь у нас есть костер, есть палатки. В принципе, теперь можно будет отдохнуть, покушать. Фух. Сколько же времени прошло? Где-то часа, наверное, полтора. Часа два. Да, часа два. Капец. Ну что, короче, давайте, да, час отдохнем наконец-то. И, в принципе, будем ждать ночи. Интересно, как же это ночью в лесу находиться? Ну что, мужики, давайте мы теперь наконец-то поужинаем. Ура! Как же я проголодался. Вы, кстати, мужики, посмотрите, как красиво в лесу. Уже солнце зашло. Видите, до ночи наступило практически. Как красиво. Ммм, а воздух какой чистый. Просто класс. Очень красиво в лесу. Это все дым. Я, кстати, давно не был в лесу. Вот именно ночью. Ну что, мужики, накладываю еду. Так, картошечку, мяско. Вот. О, вы слышите какие-то звуки? Что это такое? Что это за звуки? Да, какие-то странные. О, и они пропали. Вы их слышали тоже? Да, я тоже это слышал. Капец. Стремные какие-то звуки. Что ты знаешь? По мифам здесь обитает какое-то странное существо. А, ты про эту историю. В этом лесу. Про, как он там, Сайрон Хэт, Сиреноголова, да? Да, да. Мы, когда в походы ходили, постоянно рассказывали про эту историю. Я так полагаю, твои друзья про нее не знают, да? Давай им расскажу. Короче, смотрите, мужики. А, не первый раз в лесу? Серьезно? Вы никуда, кстати, мужики, не расходитесь. К костру идите. Все сюда, все сюда. Не расходитесь. А, понятно. В туалет отошел. Понятно, понятно. Давай быстрее. Ты все-таки сам понимаешь, что мы в лесу. Темно. Страшно. Короче, мужики, я рассказываю вам историю. В общем, в этом лесу живет какое-то странное существо. По мифам, опять же, по легендам. Я же говорю, я эту историю уже, наверное, лет... Да, лет 20, наверное, слышу. Его называют Сиреноголовой. Это, короче, гигантский, огромный столб, у которого сверху сирены. Он, в общем, когда появляется... Вот, кстати, издается что-то похожее, как было сейчас. Ну, мне кажется, знаете, бывает, тут еще разыгрывают людей. Всевозможных туристов. Чтоб они немножко, как бы, боялись в этом лесу. В общем, разыгрывают. Вот, мне кажется, нас разыгрывают. Либо, возможно, знаете, какой-нибудь другой, это вообще был звук. Хотя, немножко, все-таки он был похож. Так, в общем, да. Этот огромный Сиреноголовый, он, в общем, передвигается по лесу. И, опять же, по мифам, он, в общем, ловит людей и их поедает. Вы понимаете? У него, в общем, в Сиренах огромные зубы, и он поедает. Я видел картинки, да, фотографии. Типа, его вот нашли. Встретили. Типа, были даже свидетели, которые его видели. Но, опять же, это все мифы, легенды, неподтвержденные истории. Тут, в принципе, полиция расследовала пару убийств в этом лесу. Дым давно. Так и ничего не нашли. Находили не только, как бы, разорванные деревья, там, трупы. И так далее, и тому подобное. И, в принципе, больше ничего. Хотя лес, кстати, последние пару лет довольно-таки тихий. Я уже дальнейка по новостям не видел, чтобы здесь что-то произошло. Так что, в принципе, мужики, можете не пугаться. Все-таки это истории, такие вот, видите, ночные, страшилки. Это байки. И все. Да, да, это байки. Мы их постоянно в лагерь рассказывали. Вот так вот тоже собираемся возле костра. И рассказываем, рассказываем просто полночи. Слышите, кстати, снова какие-то звуки. Блин, что-то как-то... Мне это вообще не нравится. Ну, ладно. Ну, что, мужики, пойдемте спать. У нас есть трещущие колющие предметы? Да, у меня там ножницы там было, и все. Ладно, пойдемте, короче, мужики, спать. Так, это моя палатка зелененькая. Вот, пойдемте спать. Наконец-то отдохнем. Ой, черт, что-то не спится. Что это за звуки? Питер, Боб и Джонни спят. Я пока пойду проверю, что это за звуки. Заодно и сажусь в туалет. Вот черт, по-моему, я заблудился. С какой стороны лагерь? Странно. Звуки становятся все громче и громче. Ладно, пойду на источник звука. Ой, блин. Что это за звуки какие-то? Мужики, вы их тоже слышите? Мужики. Майк. Боб, Питер. Вы их тоже слышите? Подождите. А где Майк? Видите, Майка нет. Мужики, вы понимаете, Майк пропал. В смысле? Что за фигня? Как так? Капец. Он ваш как бы друг. Вы знаете, куда он мог пойти? Понимаете, мы в лесу ночью. Вы слышите какие-то странные звуки? Похоже на сирену, кстати. Как я и говорил. Майк. Вы слышите? Эхо просто везде. Майк. Майк. Блин, а куда он вообще мог пойти? Видимо, он проснулся тоже из-за сирены раньше нас. Не, не расходитесь, мужики. О, вы слышите? Мужики, вы не расходитесь. Идите все вместе. Все вместе держимся. Вы слышали? Я слышал. Помогите. В той стороне. Давайте посмотрим. Блин, капец темно. Подождите, подождите. Подождите, мужики. Подождите, подождите. Не идите так быстро. Давайте, мужики, быстрее берем фонарик. Вот, все. Капец. Вообще, видите, ничего не видно. Капец. Темнота просто в лесу. Как раз. Просто, видите, глубокая ночь. И луны, видите, даже нету на небе. Вообще, капец темнота. Давайте, держитесь за мной. Так, кажется, звуки с той стороны доносятся. Я их слышу. Вы слышите? Какие-то еще звуки появились. Да-да, с той стороны. Майк. Майк. Майк, ты где? Не, Майк, видите, не слышно. Где он? Походу, просто заблудился. Блин, вообще ничего не видно. А, еще главное себе лоб не разбить. Об дерево. Вы слышите? Звуки довольно-таки уже близко. Видимо, правильно идем. Кстати, это похоже на этот клаксон у машины. Точно, точно. Так, во. Капец, мужики, вообще ничего не видно. Мы здесь, мы здесь. Где эта машина, которая гудит? А что она делает, интересно, ночью в лесу? Мы здесь, мы здесь. Давайте, мужики. О, а что это? Подождите. Это сиреноголовый, что ли? В смысле, да ладно? О. Тихо-тихо, мужики. Что это? Воу. Что происходит? Быстрее побежали-побежали в машины. А? Побежали-побежали-побежали-побежали-побежали. Давайте за мной. Быстрее, быстрее, быстрее. Капец. Ё-моё. А где Майк? Мужики, где Майк? Походу, я тварь его сожрал. Вы понимаете? Оказывается, это не история, это не байки. Это не легенды и мифы. Оказывается, он реально существует. Так, всё, прыгайте по машинам. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Поехали-поехали. Поехали, мужики. Быстрее, быстрее, быстрее. Оу. Офигеть. Давайте, мужики. За мной, за мной, за мной. Давай, прыгай ко мне. Оу. Офигеть. Нет, мужики. Капец. Походу, просто все погибли. Поехали, поехали, поехали. Блин, моя машина. Что просто происходит? Офигеть. Просто всё полыхает, всё горит. Так. Нужно быстрее ехать в город. Так, куда там нужно ехать? До лево, направо. Кажется, машина повреждена. Блин. Она плохо едет. Давай, 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 давай. Да, походу, топливный бак пробили. О, моя голова. Что это вообще такое? Капец. Бежим, бежим, бежим. Что это такое? Офигеть.